всем привет сегодня у нас 23 июня 2020 года хочу показать вашему вниманию абрикос цунами особенно очень хотелось рассказать что этот сорт попал под возвратные заморозки при цветении заморозки были минус 8 минус 9 и что самое главное был не один день заморозков после этого заморозка еще были заморозки около недели полторы до минус 3 до минус 4 можно видеть абрикос в принципе выжил загрузка конечно не такая как было в том году поменьше но попробовать абрикос как бы будет я боялся что вообще не будет в этом году с такой теплой зимой и потом 1 апреля купили такие заморозки вот такая красавица абрикос от при небольшой загрузки очень хорошего размера сейчас рвем положим на весом гляньте какой сорт цунами три кабана такие в руку класс кому интересно чем обрабатывалось дерево я оставлю в описании ссылку на обработки первую вторую третью абрикоса чем я проводил в этом году и также сама оставлю в комментариях тоже ссылки на свои обработки по данной культуре так сейчас обойду с другой стороны покажу очень красивый таларный вид у этого абрикоса прям загляденье такие висят красавчики аж горят все с таким румянцы могут быть вот какой красавчик лопнул ну не гнил кстати от гнили я не обрабатывал в этом году абрикос ничем то сейчас покажу абрикос наверно пять или шесть было таких вот гнилых я не захотел свечем работать потому что каждый день дожди идут короче говоря кое-где есть повреждения от гнили если абрикос переспеет и будут ветра то он может сыпаться то есть не кто-то спрашивал из подписчиков как он осыпается не осыпается да может сыпаться то есть я приехал он тут валяется три-четыре штуки ну так пока еще висит но он ему еще два-три дня и он будет полностью выспивший такой красавчик сорт советую всем для раннего срока созревания отличный сорт как для себя так я думаю и на продажу на рынке люди мимо не пройдут этого сорта абрикоса и по вкусу он тоже неплохо я в том году пробовал мне в принципе он понравился не такой он сладкий как early red orange у этого сорта чуть больше кислинки под шкуркой но он и не кислый но сейчас мы продегустируем я сейчас оборву продегустируем и посмотрим сейчас еще сравню покажу какой априум него растет по сравнению с цунами на данный момент так вот можно видеть цунами абрикос и вот априум на 23 число он зеленый зеленый блин падает абрикос вообще зеленый и вот в принципе много нацеплялась но он еще не подает виду вообще он более позже будет туда туда ближе наверно к средине или концу июля этот сорт так ну ладно перейдем к цунами блин на солнце горят сорт требует обработок как минимум две а то и три от манилиоза клястероспариоза по-любому пуш и без обработок будет болеть по-любому требует чем обрабатывал там ссылку скину вот такой вот абрикос короче говоря с тремя обработками можно получить шикарный хороший абрикос так давайте посмотрим какой вес у данного абрикоса в этом году 89 грамм 85 69 83 что-то весы барахлят 91 на весы менять отработали у нас в 93 85 офигеть 84 короче говоря средний вес 80 грамм нагрузка не сильно была прям большая абрикос косовщик так давайте сейчас разрежем посмотрим какая у него мякоть косточка можно видеть он еще не доспевший полностью сейчас более мягенький срок оси руку возьму это более мягкий плод давайте посмотрим по соку что у него но этого сорта больше сока чему эрли ред уранжа ну на первый взгляд давайте попробуем на вкус тоже ароматный тоже сладкий тоже вкусный но у сорта эрли ред оранж больше таких такого аромата более насыщенного аромата у этого более такой приглушенный аромат ну слышно абрикосовый вкус слышно сахар слышно кислинку по шкуркой то есть сока много но нету того прям аромата такого суперова хотя сорт тоже очень хороший компа разведел ставьте лайк подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание всем пока